Все жалуются на отсутствие денег, на отсутствие ума никто. Здравия, мои уникальные подписчики и случайные зрители! Мы продолжаем вместе с вами беспощадную распаковку смыслов фильма «Замысел». Дворец мыслителей, гордость столицы. Лучшие умы современности состязаются в нем в остроумии и мудрости. Решают, как обустроить колонию и по заказу светлейшего разрабатывают новую государственную идеологию. Товарищи, изобилие возможно только при социальном равенстве и общественной собственности от каждого по способностям, каждому по потребностям. Наши! Вот секрет счастливой жизни! Да ну его мать, Нихаль! Незимный от прав и личная свобода человека и гражданина! Моё! Вот идеал! Счастливой, сытой жизни! А я вам говорю, господа, жизнь простого человека должна стать базовой ценностью. Приоритете, уровень и качество его жизни. Доступна всех без исключения социальных благ. Все, кто это затевают, затевают вот это все этим людям, я адресовываю. Доиграйтесь! Вы забыли, что кроме моё и нашей ещё есть своё. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука. За вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое моё, но гармоничное своё. Что? Ты что такой? Профитер, академик! Да играйте! Учёный в цепи есть? Всё? Ничего не мать? Добро пожаловать отсюда! В этом моменте, во дворце мыслителей, весьма наблюдательный зритель заметит такую примечательную надпись. У нас ЧП. У нас ЖП! У нас ЖП! Идиоты! Если палец показывает на небо, глупо смотреть на палец. Сказанное означает, что смотреть нужно на то, куда тебя направляют, а не на того, кто тебя пытается направить. До этого Свой пытался продвинуть идеологию, но мыслители даже не стали его слушать, так как у него нет соответствующих регалий. Их растили такие же безмозглые родители. Они отсидели в школах, окончили институты. Да у них же вот тут место любви высшее образование. Держи. Это что? Это лук. Я знаю, что это лук. Так ешь молча, чё спрашиваешь? Просто так? Ну хочешь, может танцуй и подпрыгивай, как пожелаешь. Дверь распахнулась. Вошел Папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. Вот до чего доводит баловство, проворчал Папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил. На, ешь! Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку Папы Карло. Мама будет переживать. Не будет. Тебя там нет всего с полсекунды. Время – понятие относительное. И живет оно только в головах у наших. И даже на соседних ярусах матрешки оно сильно отличается. А в старших мерностях можно находиться одновременно в разных временных линиях. То есть и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И снова все это прекрасно гармонирует с пространством вариантов Вадима Зеланда. И как нам теперь выбираться? Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите. Сквозь двери и замки. Да. Ты здесь либо впервые, либо давно не был. Это раньше в тюрьмах были замки. А с приходом стабильности пришлось затянуть пояса. И в целях экономии замки упразднили. Попадающие сюда даже подумать не могут, что выход открыт. Этот сюжет тоже перекликается с Буратино. Когда выход в другую реальность был за нарисованным камином в каморке папы Карла. Земля холодная. Почли простудишь. Новые выйдут. Спи. А это отсылка к тому, что тело наше является всего лишь скафандром для души, духа и живатмы. То есть аватаром для настоящего воплощения. Они называют это дейжавю. На самом деле все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. Только что свой упомянул о пространстве и вариантов Вадима Зеланда, в котором записаны все возможные события прошлого, настоящего и будущего. В системе время от времени происходят сбои. Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний. Дейжавю. Вот и все. Да мы были здесь. Мы же здесь встретились. Вон те же скалы. Здесь мы ели рыбу. Этого не может быть, потому что не может быть. Просто похожее место. Да нет же. Я уверен. Мы вернулись туда же. Вон там был указатель. Помнишь указатель? Так и ходят по кругу. Спорят, доказывают. Изменяют мир. Слушай, я знаю Ярус, как свои пять пальцев. Мы шли все время в одном направлении. Прошагали десяток квадратов, в которых я был не раз. А ты мне провернулись. Я точно знаю, что мы пришли на место встречи. Так и ходят по кругу. Спорят, доказывают. Изменяют мир. Не зная ничего, позволяют себе иметь мнение по любому вопросу. И каждый считает, что именно он знает, как нужно. В итоге, Свой оказался одним из тех, кто ходит по кругу. Звук мелодии по тону идет вниз. А с Гайой Свой играют ее на металлофоне вверх. Конечно, можно было бы списать на ляп. Но слишком много рок-музыкантов участвует в этом проекте. И сам Дмитрий Зодчий является композитором и звукорежиссером. Как о том написано в титрах. А посему случайностей здесь быть не может. Это очередная шара до перевертыша. От Дмитрия Зодчего. Пишите в комментариях, мои хорошие. Ничего не понимаю. Мальчик увидит все, что задумано. А для тебя проход закрыт. И не понял ничего. Разговор окончен. Эта сцена напоминает сюжет из Старого Завета Библии. Где Господь Бог говорит Моисею, что землю обетованную он может Моисею только показать. Но в нее тут не войдет. А войдет только молодое поколение народа. Которое заменило своих предков вследствие сорокалетнего блуждания. По пустыне Синай. Кстати, с этой целью они и блуждали. Старое поколение, ропщущее и непонимающее, много грешившее против Духа в обетованную землю, вместе с Моисеем не войдет. В итоге туда вошел Иисус Новин с обновленным еврейским народом. А Моисей остался. Буас и Яхим. Эти имена еще перекликаются с именами Баал и Яхвы. Для понимания, о ком идет речь, рекомендую всем к прочтению книгу Склярова Андрея Юрьевича. Яхвы против Баала. Хроника переворота. Это последняя книга, которую он написал. Конечно же, это Водолей ждет своего часа и смотрит на часы в форме планеты со знаками зодиака вместо цифр. Звенит сигнал, и Водолей начинает свое движение, и во время пришло. А здесь показано утро сварога и приход эры Водолея, или эпохи Волка, по ведическому Калиды Дару. Да вы только посмотрите на его суровое лицо. Просто матерый волчара. Водолей набирает воду из сероводородного источника, а потом ее выливает, уже очищенную, обратно на землю. Он фильтрует воду. С приходом эпохи Водолея постепенно очистится человеческое сознание. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. Это из Корана. Восьмой признак конца света. Судный час не наступит до тех пор, пока солнце не взойдет на западе. Когда же оно взойдет оттуда, и люди увидят, они уверуют все вместе. Однако тогда вера уже не принесет пользу душе. Если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Пророк Мухаммад сказал. Не наступит конец света, пока не ускорится время. Ускорится оно так, что год станет быстрым, как месяц. Месяц как неделя, неделя как день, а день как один час. Час же будет проходить так быстро, словно вспышка лучины. Думаю, что все обратили внимание на то, что время ускорилось и продолжает ускоряться. Два года назад уже говорили о том, что в сутках теперь 16 часов по ощущению. А сейчас уже 10, наверное. На воротах южный вход. Знак двухонодного стабилитрона. Снаружи напряжение, а внутри стабильность. Служу стабильности! Южный вход. Это Крым. Со всеми вытекающими. И граница на замке. Но не для всех. Тоже мне открытия. Все это и без них знаем. Передай, пусть лучше воду не отнимают. И так обложили со всех сторон. Земли полно. Воздух почти весь у вас. Огонь сами тушите. Еще и воду не отнимать. До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северокрымский канал, построенный в середине прошлого века. В 2014 году кукловоды перекрыли его шлюзы. На полуострове возникли проблемы с водоснабжением. Пришлось расконсервировать подземные хранилища. В городах начались перебои с водой. Пострадало сельское хозяйство. Передай, пусть лучше воду не отнимают, и так обложились со всех сторон. Земли полно. Россия самая большая страна в мире. Конечно, земли полно. Воздух почти весь у вас. Речь идет о воздушном коридоре в сторону Крыма. Огонь сами тушите. А это отсылка к лесным пожарам в Крыму. Еще и воду не отнимать. Сейчас ситуация не изменилась. Украина не дает воду в якобы оккупированный Крым. Знак двухонодного стабилитрона присутствует на разных атрибутах колонии. На груди и на фуражках патрульных. На воротах при входе в колонию. Соглядатый использует этот знак как амулет. Видимо, он помогает стабилизироваться. Проверка документов. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Этот же знак стабилитрона есть на гуманитарном пакете, на котором написано «Кто не с нами, тот не ест». Уверяю вас, мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Очень интересно. А куда идем? Стабилитрон можно заметить и на погонах смотрящего. Статуэтка, которая стоит на столе смотрящего, повернута таким образом, что он всегда любуется на голый зад парня-ангела. Здесь каждый должен быть учтен. Система – сложнейший механизм. Самодеятельность – недопустимая. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? У аппарата. Здравия желаю, господин... Орел – это намек на то, что приказы в колонию исходят из Америки. Равно как и в нашей колонии РФ, Украина. Приказы исходят оттуда же. Есть сражающая выгова. Будет сделано. Служу стабильность. Воспитание и подготовка они получили в ордене Бнайбрид, штаб-квартиры в Нью-Йорке. Троцкий в соответствии с этими указаниями в Нью-Йорке говорил о необходимости уничтожения 90% славян. А планы современных глобалистов такие же. Но это было внезапное откровение Троцкого. Сегодня мировые кукловоды и их подчиненные это есть наследники Троцкого. А их мозговым центром остается Бнайбрид, как и век назад. Да еще усилилась роль других каббалистов из организации Хаббат, также штаб-квартира в Нью-Йорке. Ну а сценарий сегодняшней пандемии был разработан десятилетия назад фондом Рокфеллеров. Рокфеллеры, Киссинджер, мой покойный Бжезинский, это вот ключевые фигуры в Найбриде. Еще Клинтон и Сорос, Меркель туда же относятся. Вот эти бесы их подручные и разрушают мир с помощью пандемии. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Что это? Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет на умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Помимо трактовки цветов, которую я давал в первой главе, еще медведь может быть фиолетовый, потому что медведю все фиолетово, пока его лично не коснется. Каждая сила по очереди совершает три хода, задающий, определяющий и завершающий. Побеждает то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие, проигравший также на время погружается в разрушение. И так партия за партией. Одни силы объединяются против других, каждый раз в новом составе. Игра силы может предполагать исключение с доски одной из сторон. Сейчас не хватает одного из семи цветов радуги. Оранжевого, это цвет тартарии. Она проиграла последнюю битву, и ее нет на доске на некоторое время. Время от барабана войны, визжат революции, и все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Невидимый дирижер разделил людей на стороны. Это из серии разделяя властвую. Кажется, я понимаю, это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная, но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули, чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. А нужна эта игра вот для чего. А народы умело стравливаются, и игра идет. А народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. За последней партией медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то, что сражаться. Кругом одни менеджеры, да аналитики. Игра, в которую нас втянули ради войны. Народы умело стравливаются, и игра идет. Мы играем в чужую, навязанную нам дирижером игру. Любое разделение это обманы кривда, направленные против объединения. В игру силы невозможно не выиграть, не проиграть, потому что побеждают то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие, проигравший также на время погружается в разрушение. И так партия за партией. Одни силы объединяются против других, каждый раз в новом составе. Нужно хотя бы попытаться. Хотя бы попытаться. Пусть там внизу хотя бы попытаются все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются и поймут ради чего все это. тогда все в один миг преобразится. Сирень является символом любви, сострадания и милосердия. для того чтобы все преобразилось в человечестве должны расцвести любовь, милосердие и сострадание. Абрикосы Абрикосы знания даже даже что четко что четки именно абрикосов невозможно. Но создатель пояснил это сам на своем канале назвав эту сцену абрикосов и четки. У узника после перехода тоже появляются в руках абрикосов и четки. Посыльный с верхней планки уплетает без какой-либо меры свежие абрикосы. У него есть свободный доступ с запретным знанием но нет навыков их применения. Возможно он работает в библиотеке Ватикана крысоловом и как тот хомяк который запасается впрок набивает себе за обе щеки запретные знания хотя ему они не нужны. Но это шутка ибо они на вышнем ярусе верхняя планка с которой прибыл посыльный еще выше а Ватикан у нас внизу. Варенье абрикосовое только для старшего командного состава то есть для командования колонии подают уже переваренные знания и к тому же сахар так любят паразиты и прячет он свое варенье от любопытных глаз как папку с грифом совершенно секретно и вечера сколько раз говорить чтоб без стука не входили а не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером чем-нибудь запрещен пирог с сушеными абрикосами не перестаешь удивлять ты где такую роскошь добыл да старые друзья пирог с сушеными абрикосами это древние знания которыми архал угощает будущего смыслоносца эти знания доступны богам волхвам и жрецам технологам по сюжету фильма вкусно а почему запрещенное у нас летом их полно а где это у нас ну внизу дома а ведь действительно все знания в открытом доступе интернет тоже дуален и имеет две стороны медали просто мы иногда не то ищем а кто ищет тот всегда найдет бери и вкушай как те абрикосы абрикос это фрукт который лечит от всех вирусов витамин b17 находящийся в косточках абрикос спасает жизнь человека от рака а еще абрикос это символ самодостаточности так как абрикосовое дерево само себя опыляет да какие там пироги простых абрикос не едва асаныч коренной обитатель колонии находится в информационном вакууме на проходной южного входа у него нет доступа к информации и знаниям а есть единственный телефон звонящий раз в месяц южный вход да да все тихо за месяц пару бродях и все так точно служу стабильности фух фух квадраты квадраты я осмелился расшифровать вновь обратившись к числовым значениям славянской буквицы 3 8 познание истины 1 6 божественное неизведанное какой квадрат определяет 3 8 ну что познавать истину пойдет нет 1 6 нет к богам за замыслом мальца позывной как записывать сга божья искра талон проходимца позывной проходимца сга проходимец осмотрен склонности к нарушению режима не обнаружено ростки посягательства на стабильность не обнаружены проходимца осмотрел и зафиксировал Саныч международный пункт пропуска южный вход в северная колония вышний ярус татуировка кот на руке Саныча означает коренной обитатель тюрьмы есть один нюанс который не давал мне покоя при первом просмотре фильма что с левой бровью узги но после как-то затерлось это беспокойство и за все время всего два человека обратили на это внимание задав тот же самый вопрос в комментарии и освежив тем самым мои ощущения а потом я понял откуда ветер дует дело в том что это не форма бровей домиком это именно брови над левым глазом визажисты придали форму пирамиды именно левый глаз это тоже очень важно в масонской символике что хотел сказать этим создатель фильма на что намекал если конечно он вообще существует Дмитрий Зодчий фильм настолько многогранен что каждый зритель увидит в нем что-то свое в фильме нам показали вариант мироустройства а принимать этот вариант как реальность или нет это дело лично каждого если ты принял то так и будет в твоем мире а если вознамерился подкрутить чтобы все засияло то ключи тебе в руки от дверей на твоем непростом пути идущий внутри светлый светлый путь это выход из системы через саморазвитие и творчество через разрыв системных шаблонов через житие по совести и заботу о ближнем а далее и о всем человечестве а можно мне еще кусочек можно конечно это зачем свою захороню он тоже любит запрещенное и фильм создан для пробуждения человеков азга он не прост у него открылся третий глаз и он с детства видит мир по другому темный путь лежит через 33 градус посвящения в масонстве о чем нам показал Джокер а также через масонские столбы в храм Соломона азга это богоизбранный народ которого водил по кругу в свое время Моисей по пустыне на незримом поводке у господина Яхлы и фильм это планы порабощения человечества масонами о которых они в соответствии со вселенским коном обязаны оповещать заранее азга станет в конце дирижером существует мнение что око в треугольнике тоже присвоено себе масонами и корни этого символа уходят далеко в века значение око носит характер познания нематериального астрального это то что сокрыто от глаз людей на самом деле зрители разделились на две стороны ну условно на тех кто считает что проект оплачен масонами ну уж эти масоны а что только масоны видят очевидные вещи у нас здесь над Донбассом открытое небо все давно все видят и знают приезжайте убедитесь и на тех кто считает что фильм сняли ребята с Донбасса и Дмитрий Зодчий это реальный человек так давайте же узнаем какое соотношение в этом разделении путем простого опроса которому можно перейти по ссылке в правом верхнем углу или в описании к ролику кнопка еще не оставайся равнодушным поучаствуй и выскажи свое мнение а я возможно через некоторое время сотворю четвертую главу за 7 говорю вам всем быть добру никого не слушайте и никому не верьте вообще это вот вам самое будет ценное пожелание очень много различных адептов так называемых вот никому не верьте слушайте только себя что вам говорит сердце как бы то ни прозвучало прямо и наивно но это правда